Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень жаль, что совершенно нет народа. Незаполняемость зала просто потрясает. Скажу почему. Например, 25 мая будет слушание, в котором будет затронута моя улица Мичурина. Ее вполне можно было отнести к сегодняшнему слушанию. Это рядом район. Мы оба с вами живем уже лет 60. Вот над нашей улицей нависла угроза над улицей Мичурина. Я вхожу на все публичные слушания, очень внимательно слушания, прошедших слушания. Уважаемый Сергей Викторович, как-то, между прочим, сказал, строительства высотных домов не будет, так как мораторий Воробьев эти строки наложил. Кроме ТРВ. Я там чуть не подпрыгнула до потолка. Теперь объясню, почему. Наша улица Мичурина строилась в 1958 году директором Оржаковым, который построил нашу улицу в непосредственной близости от забора, где-то метров 10, от забора ТРВ. И он получил два партийных взыскания в ЦК партии, не в городе. Вот. А теперь рвачи, такие как Романов, которого заглавляет все это, соцбыт на ТРВ, застроили улицу Академика Регастаева, которая совершенно пустая. Только работники ТРВ там как-то копошатся, делают ремонт, как-то въезжают. И ни одной квартиры не продано. Далее. Даже работники ТРВ пытаются уйти от него, продать свои квартиры, потому что там ничего нет, кроме пустых цементных стен. Пытаются продать, никто не покупает. И сейчас ТРВ свои лапки настроили на нашу улицу Мичурина. Они назвали не Мичурина. Оказывается, перед улицей Мичурина, забор где идет, там уже улица Акдженигидзе. А на улице Акдженигидзе, вот сейчас на существующей, нет ни одного жилого дома. Мало того, от стадиона Металлист до улицы Мичурина ТРВшники заполонили все газоны. 160 машин, обнажды я насчитала. Они снесли все газоны. Там вообще невозможно проехать, даже от гум машин. Все стоят приезжающие на работу в ТРВ. Обращались, даже газета «Спутник» обратилась к Романову. А он сказал, какие такие машины? Это не наши, это наших арендаторов. Так ты сдаешь в аренду, так ты обеспечишь местами стоянки. А если уж ты занял газоны, приведи в порядок, сделай карманы для стоянок. Ничего подобного. Вот сейчас я вам очень много, что объясню, чтобы вы поняли. Вот просто в начале моего выступления хочу отметить, что у администрации города появились новые технологии в использовании так называемого административного ресурса, который обычно принято использовать на выборах. Но это ладно. Выбираем, знаем, кого помогаем. Я сама работаю все время агитатором. И в агитации за вот эту уважаемую компанию я была, наверное, первая. Так хотелось перемен получить что-то новенькое. Ну вот я хочу сказать от имени тысяч простых граждан, жителей нашей улицы и там рядом кто, мы не временщики. Мы не преследуем корыстные цели. Мы здесь родились. Это наши люди. Действительно, наш город нам дорог. Это родители вот теперешних уже тоже немолодых людей. Они строили эту улицу и вообще весь город. Если администрация действительно выступает в интересах нас тысяч и тысяч простых горожан, она прислушается и поддержит нас. Нас беспокоит следующий материал момента генплана относительно улицы Мичурина и прилегающих к ней районов. Строительство двух новых домов на территории корпорации ТРВ, решение которым уже принято. Одобрено нашей администрацией. генплана, это в областном в областном градостроительном комитете Господи, забыл фамилию Марина Евгеньевна. Кто знает ее? Оглоблена. Спасибо, дорогой. С ее сыночком, мошенником, жуликом, которого должны были судить, но которого прикрыли. Спасибо. Это на всю Россию было озвучено. Прикрыли. Хотелось бы получить информацию о том, сколько парковочных мест предусмотрено вокруг этих двух домов в 12 подъездах. Вопрос непрасный. Мы уже имеем новый микрорайон, 37-е дома, в котором не может проехать транспорт, в том числе скорая помощь, пожарные машины, во дворах которых не могут играть дети из-за того, что они окутаны сплошной вереницей машины. Даже пройти в них проблематично, не задев какую-либо машину. А по нашей старой улице, в чем может проехать только одна машина, две ни за что. Значит, уже во двор въезжает одна машина, а вторая проезжает по улице. Вот. Хотелось бы получить информацию, каким коммуникациям будут подключены эти дома. Насколько известно, вся эта строительность, позволяю не сказать, вакханалия рассчитана на получение средств от продажи квартир, не вкладываясь при этом в инфраструктуру и коммуникации. Улицы Академика Легостаева огромную застроили. И там опять строится кто-то, Мортен строит, что ли, не знаю. Детский сад ТРВ не построили, школу не построили. И теперь надеются на то, что на Самаровском поле будут спортивные сооружения, детские сады, школы. Вы что, совсем обалдели? Эти земли нам не принадлежат. И, как господин Даниленко сказал, будем договариваться, как использовать эти земли. А с кем вы будете договариваться? Там Пирогова хозяйничает. Они вам не за... Банк даже. Они вам ни за что не дадут. А покупать вы ничего не хотите. Вы отдайте дома, например, на улице Академика Легостаева тем сотрудникам ТРВ, которые не имеют жилья. Отдайте им, молодым специалистам. Нет. Романов набивает карманы. Он ни за что не продаст, не отдаст без денег. Ни одного метра. Александр Иванович, спасибо. Нет, у меня не все. Да я могу и без этого выступить. Хотел посоветоваться. У нас сегодня не так много выступающих и присутствующих. Будем регламент сотрудники? Каждый говорит, сколько хочет. Пусть говорит, говорит, говорит. Кто за то, чтобы соблюдать рекламу? Нет, пусть говорят. Кто за то, чтобы говорить сколько угодно? Да, вот все говорят. Пусть говорит, да. Все, пожалуйста, Александр Иванович, продолжай. Спасибо. Значит, там по этой территории, где вы хотите пустить еще дорогу мимо 16-18-го дома Мичурина на Легостаева, там коммуникации идут, там газовые колодцы, там колодцы водоканала и эти, извините, полнокачки. Вот, там полно всего. Нельзя там ничего проводить. Вот. И в конце концов, просто прекрати, Романов, извлекать прибыль из каждого куска земли, который тебе даже не принадлежит. Еще что хочу сказать. Они не перевели землю оборонки в землю гражданки. Не перевели. И решение не принято. Но уже Сергей Викторович озвучил, что дома ТРВ будут строиться. Да кто это вам разрешит? Вы всегда ждете, когда мы обращаемся к президенту, и только потом принимаете правильное решение. А мы обратимся к президенту. И теперь Лосиный остров примыкает вплотную к улице Мичулина. Загажен. Ребята построили номер. Это новый микрорайон 10-й. Ну кто приехал? Не наши люди, не те, кто здесь строил все и жил здесь. Им все пофигу. Костры жгут. Сейчас вот май месяц начнется, нельзя войти в лес. Грязь. Дерьма полно. Никто, причем один раз в субботник проведут и считают, что все. Поэтому я, например, просто призываю вас помочь. Мне, вы видите, я одна хожу в улицу Мичулина, борюсь. Одна. Все или боятся потерять работу, боятся потому, что здоровья нет. Пожилые люди стали, уже не могут за себя постоять. Я еще могу и буду стоять. Вот. Эта дорога, которую они хотят провести мимо 16-17 дома, она прямо рядом с домами. Это что там будет? Окно нельзя будет открыть? Нам не надо это. Не надо. Проводите где угодно, не по нашему району. И мы не хотим, не позволим превратить наш любимый город в безликую массу высотных домов и торговых комплексов. На Мичурино было раньше. Один магазин хватало. Сейчас на каждых 50 метров магазин, который держат сопредельное государство. Азербайджан, Армения и так далее. Ни одного русского владельца магазина на улице Мичурина нет. Это я вам точно говорю. Знаю, что говорю. Теперь, у меня вопросы, вообще претензия большая. На печатание статьи уважаемым мной Алексеем Федосеевым в Калининградке пишет. Значит, как минимум 100-150 человек, это в юбилейном, были, пришли за час до начала. Это граждане в зале, места в зале. Несколько человек были одеты в футболке с лозунгами. И мне, допустим, принятие генплана. Один человек был в этой футболке. И у меня на весь. Я в следующий раз тоже ее одену. Вот и все. Значит же, возможно, расчет был на повторение большого волшебского сценария. Тогда из-за искусственного, созданного дефицита. Какой искусственный, ребят, я там была. Я пробилась с палкой, дорогу пробивала. А люди стояли в три ряда около входа. Вот такие мордовороты стояли с палками. И не пускали никого в зал. А в зале можно было еще разместиться. Какие-то нарочно все это сделано. И теперь в юбилейном ГДО 150-100 человек. Это были не наши люди. Не наша оппозиция была. Это были молодые люди, которые в зале приветствовали. Только те, кто выступал за генплан. А когда они вышли там на улицу, их начали снимать. Снимать начали их на камеры. Так они в рассыпную, как тараканы, все разбежались. Никого не было. И еще у меня один вопрос к уважаемому, но и очень уважаемому, он ушел. Денисов пишет. Значительный пласт работы. Советы депутатов. Да какая там работа. Совет депутатов. Лапки кверху тянут. Тогда, когда Денисов ее поднимет, тогда они тянут. У нас есть депутат по нашему району Гонза, Людмила Васильевна, которая накуролезила в Аболдина. Не знам как. А она, между прочим, по отношению ее сына и ее, возбуждены уголовные дела. Уже два слушания было. Она сейчас подала самовстречный изм. Эта дама, за то, что ее сын вот в этом ДК поработал несколько месяцев заведующим кинозалом. У нас срок такой должности здесь не было. Он поработал, и ему как муниципальному работнику дали огромную квартиру в новом доме. Колхозная площадь, дом 3. Детей у него не было. Ему дали огромную квартиру. А потом он привез. Привез из деревни. Там он с двумя детьми своего родил. Теперь он многодетный. Теперь его нельзя выселять. А у нас в городе знаете сколько многодетных? В моем доме семья живет. У нее муж, отец, жена и муж, и семеро детей. Им ничего не дают. А этому дали с 13-го года предписание. Спасибо. С 13-го года прокуратура дает предписание. Освободить квартиру не освобождать. 29-го часа утра будет суд. Вынужден вас прервать по просьбе зала. Так. Все, следующее, пожалуйста. Романова Елена Анатольевна. Готовится к голосу Галина Александровна. Что на слушаниях моих 14-го года... Андрей Чермашенцев. Человодов Андрей Алексеев. Слушный ПТРВ. Они привезли... Морячкова Елена Львовна. Марина Сенеглазова. Игорь Кришин. Игорь Кришин. Там всего-то было... Пожалуйста, второй микрофон. А жителей было трое. Я Марина Голова. Представляйтесь, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители. Администрация города. Я Марина Голова Елена Голова. Родилась в этом городе. Живу с самого рождения. Сегодня мы рассматриваем генплан. В частности, улицы Стержинского. Я хочу внести свои предложения. Но первое, что я хочу сказать, я против генплана. Потому что генплан не отвечает требованиям как городу Наукограда. Это первое. И в частности, по улице Стержинского, что мы все знаем, это улица Историческая. На ней малоэтажная постройка. Я тоже очень не понимаю, как там будет планировать расселение жителей, по каким программам, когда на сегодняшний день общежития просят жителей переселить и ряд других домов. Но мы знаем, что все программы муниципальные закрыты. И вы понимаете, получается, что жители будут расселять по коммерческим программам. То есть жители должны будут доплачивать за лишние метры по коммерческой цене. Это значит, людей будут вынуждать брать кредиты. А это очень опасно. Это первое. И второе. Вся улица, она вся, я еще раз повторяю, историческая. А губернатор Воробьев все время нам об этом напоминает. Открывайте в городах исторические маршруты. Так вот, надо об этом думать и о людях, и о исторической зоне. И сейчас парк Костина находится в ужасном состоянии. Раньше был район Костина самый зеленый. А сейчас там одни сухие деревья. Ни одного дерева не посажено. Я вот предлагаю, вместо гемплана давайте лучше акцию проведем. Посадим 220 тысяч деревьев по числу количества жителей в городе. И это будет наш склад. А не то, что мы будем строить и там шеять дороги. Это миллиардные вложения. Кто будет сейчас вкладывать, когда в стране кризис? И когда наука град? Все эти планы отслеживаются правительством Российской Федерации. Потому что они должны тоже принимать в этом участие. А не Матковская одна область. Спасибо за внимание.